Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Собственно, отвечая на него, да, могут ли быть эти потребности, связанные с детско-радистскими отношениями, отвечая на этот вопрос достаточно легко сказать, что да, могут. Но важно здесь понимать, как мне кажется, свою личную ответственность в том, как вы, например, обращаетесь с этими своими потребностями. И, например, момент, где вы, как мне кажется, требуете от молодого человека своего чего-то, да, например, ощущение защищенности, например, ну вот, там, ощущение, что вы ценны и так далее, это может быть и про детско-радистские отношения, но это про ваш в том числе способ обращаться с теми потребностями, которые у вас есть, то есть, например, почему-то вы сомневаетесь, допустим, в своей ценности, да, почему-то вы, например, сомневаетесь в своей важности для человека, к примеру, и, соответственно, вы пытаетесь, на мой взгляд, вы пытаетесь это добрать, вы пытаетесь добрать от своей ценности, но это можете сделать только вы, и только будучи несколько более внимательной к себе, к своим чувствам, к своим переживаниям, и уча, уча, адекватно получать обратную связь от людей, которые вас окружают. То есть не требую от них, как вы это делаете сейчас, сейчас вы именно, что требуете от людей чего-то, а именно получая от них обратную связь в контексте вашего с ними общения. Другой вопрос, хотите ли вы это делать и готовы ли вы меняться в эту сторону, это уже вопрос, конечно, конечно, другой, но от этого не менее важный. Вот, поэтому, хотелось бы обратить ваше внимание именно на это, в первую очередь. Вот, хотелось бы уже обратить, хотелось бы обратить ваше внимание именно на данный аспект. Первоначально, конечно, важно увидеть, как получается, что вы сомневаетесь в себе, как вы сомневаетесь в том, что вы ценны, как сомневаетесь в своих привлекательных, с чем это связано вообще. Вот, а дальше уже можно будет, в принципе, разбираться. Разбираться, как вы можете это компенсировать, как вы можете это получить и так далее. Вот, то же самое касается и чувства, собственно, значимости, вот, которые у вас тоже, как мне кажется, как мне кажется, несколько хромают. Вот, там, что вы хотите, чтобы у вас вот спрашивали, как у вас дела, чтобы вам интересовались и так далее. Но при этом, не особо вы внимательны. На мой взгляд, к тому, из какого чувства вы это ощущаете. Из какого чувства к вам приходит такая остренность, чтобы вас спрашивали, как у вас дела и так далее. Вот. Наконец, что еще нужно, наверное, обязательно отметить, это то, что чувство защищенности, как правило, схожено очень сильно с личными границами, с вашими собственными личными границами. То есть, если ваши границы достаточно крепкие, если ваши границы достаточно устойчивые, то вряд ли он вам в меньшей степени гарантия, потребуется защита. И, соответственно, если ваши личные границы недостаточно четкие, недостаточно вам ожидаются, то, конечно, вероятность это увеличивается больше. требовать от людей, например, чтобы они давали вам просто ходить и ходить, и можно, но не факт, что человек всегда захочет это делать, не факт, что человеку будет приятно и будет нравится это делать, я имею ввиду давать вам то, что мы нуждаемся. Поэтому, дабы не быть зависимым, нужно повышать уровень опоры на себя и уже из этого уровня опоры выстраивать отношения и выстраивать взаимодействие с своей людьми в том числе и с мужчинами конечно же тоже. Сейчас, как мне оказывается, вы в большей степени выстраиваете отношения с мужчиной и чувству какого-то, какого-то, больше дефицита, что ли. Сейчас это выглядит в большей степени так. Вот. И естественно вас это не может не тревожить, естественно вас это не может нервировать, естественно вас это не может не напрягать, не напрягать. Вот. Подобные ощущения более чем нормальные, но вопрос заключается в том, что вы хотите с этим делать. Продукция заключается в том, как вы хотите с этим обращаться дальше. Хотите ли вы, например, что-то менять или нет. Потому что у меня ничего не хотите, не хотите ничего, то, скорее всего, ничего не изменится. А вот, вы свои вопросы даете в плане того, связанное с детско-родительскими отношениями, может быть, это и не самый плохой вопрос, который вы могли бы задать, но, как мне кажется, кажется, совершенно бесполезным. Потому что вам никак не поможет знание о том, с детско-родительскими отношениями связаны это или нет. Совершенно никак вам это не поможет. Там еще, извините, но, я сказал, это плоские отношения, они, скорее всего, уже в некотором смысле, в прошлом находятся. Вот, а живете вы сейчас и выбираете жить вы определенным образом. Вот, то, как вы выбираете жить, можно изменить. Вот, можно изменить при вашем нашел желании, конечно. Вот, поэтому я бы фокусировался не на том, откуда это, чем это связано. Я бы фокусировался бы на другом. Я бы фокусировался на том, как могу сейчас это изменить. Хочу ли, хочу ли я это меня. Это вот, мне кажется, гораздо более важный аспект, нежели, чем что остальное. Вот. Дальше. Сейчас, в отношениях с молодым человеком находятся на грани развала, и я не хочу сомнения продолжать ли отношения, ну, если важный момент, вам важны отношения для человека. Так, то принявленное для себя решение веры, я рассказал о каких важных момент, эээ, каких важных для меня качеств мне впадает в этом человеке. Ну, эээ, как бы, это, знаете, про то, что вы, эээ, требуете, чтобы у человека было что-то, что нужно вам. А как вы с этим человеком были в отношениях изначально, если, ну, вот, в нем не было каких-то качеств, вот как вы изначально были тогда, с ним в отношениях. А сейчас вы, ээ, думаете, что у него эти качества появятся, ээ, внезапно или как? То есть, ээ, вот, или вы считаете, что, что он измениться должен, или что он изменится, вы надеете? Как это происходит? Вы, поикните, пожалуйста. Ээ, чтобы, ну, было понятно. А если, вот, ваши требования, они, такие, как вы их описываете, например, что, молодой человек изначально, либо соответствовал им этим требованиям, либо нет. И если он им не соответствовал, то он не будет соответствовать, скорее всего, в дальнейшем, если, эээ, как бы, он соответствовал, например, но потом, допустим, перестал. Это повод для обсуждения, например, на психологической консультации. Ну, подобного. Понимаете, да? Поэтому здесь, здесь вот такой важный момент. Ну, повторюсь, вопрос лично ответственности здесь, он, на мой взгляд, эээ, как бы, достаточно важен, там, если у меня ощущение, что не очень вы ее чувствуете. Я хочу, чтобы он дал мне число защиты, кроме вас, самой никто число защиты вам дать не может. А, хочу, чтобы он дал мне число уверенности, потому что я дорогая, ему это, это низкая самооценка. Вот, значит, ну, соответственно, нужно, вот, работать в этих направлениях. Как мне кажется. Нужно работать в этих направлениях, и нужно разбираться. Ваши, ну, ситуации, ваши отношения к этому, вот. И так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваши проблемы будут разрешены самым лучшим образом. Удачи! 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 Удачи!